Мы пытаемся куда-то бежать, какие-то выполнять цели, задачи ставить, а смысл не в этом. Не заморачивайтесь насчет прошлого и живите в моменте. Любое простаивание и нажатие на паузу в жизни у очень многих людей вызывает чувство вины. Один день в неделю выключать телефон. Сегодня у нас тихие посиделки у причала. У нас в гостях Алексей и Морг. Если вы не знаете Алексея, хотя у нас два видео уже выходило, Алексей исполнял роль Георгия или Гоша? Не важно, в общем, в кино снимается. В кино, короче, снимается, да. И с чем вы к нам пожаловали? В гости. Кроме того, что вы участили волейбол. Что делаете, рассказываете? А мы сейчас хотим вообще все осветить? Ну да, ну как бы такое, все-все-все-все. Ты думаешь? Ну конечно, поэтому не было, что. Здрасте, а что вы делаете? Мы проводим семинары, lemarsseminar.ru. Когда? Когда 25 человек. Расскажи про семинары. Давай сначала. Давай сначала. Ну вот мы в гостях у Руслана, здесь на причале. Обычно мы приезжаем к ним, стараемся каждый выходной приезжать, играем в волейбол, жарим картошку на костре. Вчера мы приезжали к Руслану вместе с Максом Фомичевым, это главный редактор журнала «Лидерс», брали интервью. И плюс еще мы тут делаем один вместе с Максом молодежный телеканал «Плюс ТВ». и обсуждали некоторые варианты сотрудничества, чтобы Руслан вел авторскую передачу. Мы приехали, собственно, что? Мы приехали рассказать про наши семинары и спросить у ребят тоже про их выездные семинары, которые они проводят по всей России. Поэтому вы расскажите о своих семинарах, а мы расскажем о своих. Ну, у нас семинары посвященные, раньше у меня была программа «Антисон», сейчас она называется «Сон» по отупению. Мы стремимся, чтобы люди не больше знаний в своей голове аккумулировали, а избавлялись от лишних знаний. Когда в голове появится пустота, в эту пустоту может пролиться дождь, с сайтов, там, чего захотели. Вот про это у нас истинка. Мы, в свою очередь, пригласили ребята, наши семинары, в принципе, созвучно то, о чем они говорят. Мы не только на уровне ментала загружаем в свою голову, чем мы говорим книжками и концепциями. Наши семинары про проживание. То есть мы погружаем в определенное состояние, и человек, немножко приостановив внутренний диалог, переходит на уровне проживания физического тела. Это различные техники, как с помощью йоги, например, или с помощью психофизических тренингов. Человек погружается в внутреннее пространство и начинает некоторые даже впервые в жизни чувствовать. И главное, интерпретировать, что я на самом деле чувствую. Потому что для современного человека, особенно городского жителя, иногда сложно синтерпретировать, что я чувствую на самом деле, а как сейчас чувствует мое тело. Потому что очень многие уходят в голову. И только в голове. Бесконечные мысли, проекты. Какие-то проблемы, может быть, в семье, проблемы с родственниками на работе. И поэтому мы решили проводить такие городские семинары раз в два раза в месяц, в субботу. У нас есть очень крутые партнеры, которые нам тоже вдохновили нас проводить у них в фитнес-центрах. И в основном была просто очень простая идея. Люди в городе устают. Очень постоянно стресс, работа, бизнес, пробки. И все выжатые, как лимон, уже в пятницу. И вместо того, чтобы бухать по субботам, мы предложили вариант, приходи в восемь утра, приходи в фитнес, занимайся йогой, медитацией, купайся в бассейнах с морской водой. И вот тебе сауны, вот тебе хамамы, завтраки, обеды, ужины, вегетарианские тренинги. И немножечко нажми на паузу. Выйди из города. Выйди из города. Нажми на паузу, выйди из города. Слушай, Марина, ты скажи, вот, человек пойдет на семинар, там ссылка под видео, он будет окей. Как вообще научиться, скажем так, даже без семинара где-то тормозить себя, нажимать на паузу, может, ты какие-то вещи порекомендуешь? Ну, я могу порекомендовать, мы буквально ехали с Лешей к вам. В чем меня в этом семинаре не доводите. Да, и поняли, что надо хотя бы один день в неделю выключать телефон, выключать компьютер и погружаться вообще в жизнь настоящую. То есть перестать постоянно находиться в анализе прошлого или в беспокойстве о будущем, или в фантазиях. Проживать то, что вот на самом деле. Обратить внимание на своих близких, на родных, на там мам, пап, братьев, мужей или просто парней. И на самом деле просто проживать настоящее мгновение. Это может быть все, что угодно. Можно погулять, можно попустить какую-то, поиграть в игру настольную совместно. Можно здорово приготовить обед, ужин. Немножко посвятить время себе. Просто отключиться от внешнего мира, от каких-то маятников, которые постоянно возникают. И обратить внимание на свои мысли, на свое дыхание. Уйти в мауну, так называемую. Такое молчание, например. И отследить, что происходит у тебя в теле. Какие мысли, есть ли негатив, есть ли где-то напряжение. Если чувствуешь, что где-то есть напряжение, это легко. Просто вы садитесь на диван или на стул, расслабляете тело. И через какое-то время, через 5-10 минут, вы прям почувствуете, какие точки в теле у вас начинают болеть. И в этот момент там и скопилось ваше напряжение. В этот момент вы просто осознавая это расслабляетесь, 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 расслабляетесь. И в какой-то момент у вас происходит такое тотальное расслабление. Будет сначала, конечно, бескомфортно, но чем больше вы будете расслабляться, тем тело будет вам благодарное, потому что мы вообще на самом деле себе не уделяем внимания. Мы не успеваем. Бешеный ритм вообще городов. Мы пытаемся куда-то бежать, какие-то выполнять цели, задачи ставить. А смысл не в этом. Я сегодня здесь лежал, я посмотрел на это небо, оно такое огромное, красивое, бесконечное. Вот сейчас это закатное солнце, вот, прекрасный вой теплоходика. И вот это и есть жизнь, на самом деле, которая постоянно нас окружает. Нужно, мне кажется, как-то... Лоск, это папа твой летит или нет? Нет, папа твой. Настя, которая снимает, папа летит, да, Настя? Покажите, как-то красивое, геодочка. Ну, сейчас Макс Руденко, кстати, не уехал. Вот так и живем. Вот это оператор у нас. Сейчас Макс Руденко как раз уехал, мы обсуждали о том, что у нас почему-то так произошло, ну, я не знаю, то ли на смене поколения, то ли что, что... Когда ты ничего не делаешь день, вот у меня, допустим, возникает очень сильное чувство вины. Когда я был помладше, это чувство вины, что сейчас я получу двойку, когда постарше, чувство вины там по поводу родителей, что они скажут, что я ничего не делаю. Потом чувство вины по отношению там к партнеру, еще к кому-то там. И в итоге любое простаивание и нажатие на паузу в жизни у очень многих людей вызывает чувство вины. Я даже с ним сейчас уже не борюсь, я его просто переживаю, и через силу, можно сказать, сижу вот тут на причале и... Играем в левую. Можно просто смотреть. Основное правило любой психотерапии, вообще любое, какого бы вы ни взяли, в основе лежит наблюдение. Вот чувство вины, можно любое чувство, любой дискомфорт, о котором говорил Леша или любое чувство, о котором говорит Руслан, просто наблюдать. Потому что все в нашем мире меняется постоянно, и нету ничего, чтобы находилось в статике очень долго. И поэтому, когда мы не отвергаем, например, тоже чувство, не бежим от него, или нет, я не хочу так, и в то же время не привязываемся, а просто стараемся беспристрастно наблюдать, то оно начинает трансформироваться. В любом случае. И вот это вот напряжение в теле или в психике, это неважно, оно примерно действует одинаково. Это закапсулированные наши травмы детские, эмоции какие-то подавленные, какие-то ситуации, какие-то паттерны, которые мы взяли от родителей. И все это в нас сидит, особенно мы, дети Советского Союза. Просто наблюдайте. И оно будет трансформироваться. Точно, проверено. А к ребятам нам нравится приезжать, потому что ребята нас прям объединяют с природой, заземляют, потому что бешеный ритм, и мы любим к ним приезжать, играть в волейбол, и прям... Мальчики. Ну ладно, расскажи, 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 что-нибудь из твоей жизни, вот сейчас, я не знаю, что можешь тебе рассказать. У тебя просто очень интересная жизнь. Ну как, мне просто нравится заниматься... На самом деле, народ тебя смотрит, и там какие-то у тебя истории, что-то там ушел, пришел куда-то туда-сюда, кто-то тебя видит с пресс-конференции, но вот так вот, свидетельствует, видишь, у нас на канале есть возможность. Расскажи просто, как у тебя дела, что нового, что происходит. Для тех, кто в том числе смотрел фильмы с твоим участием. Ну, я не оставляю... Универ не возвращаешься? Нет, в универ я уже не вернусь, и в Сашу и Таню я тоже не вернусь. Семь лет каналу ТНТ этим сериалам уже я отдал, спасибо большое, меня ждут уже другие проекты, другие роли, и мне вообще просто нравится заниматься бизнесом в сфере медиа. Все, что касаемо медиа, это выпуск книг, съемка фильмов, реклама, создание телеканалов. Я прям вот, я прям получаю глобальное от этого удовольствие, да. Сейчас меня увлекают различные IT-технологии, в том числе мне очень нравится и все твои проекты, которые ты создаешь, я за ними наблюдаю, внедряюсь и как-то прям чувствую. Мне нравится, потому что за этим будущее, вот мне нравится это. Сейчас что у меня? Ну, есть пробы на несколько полных метров, сейчас прохожу. Полный метр – это главная роль? Ну, там одна в одной главной роли, в другой там вторая главная роль. А что еще? А, и в одном фильме, да, главная роль, которую мы делаем. Леша, скажи, честно, актеру много зарабатывают. Да, все интересно, просто. Ну, там такой вопрос. С тема с подковыркой. Нет, расскажи вот главный, не главный. Там такая история, что можно, все зависит от съемочных дней. В общем, в кино людям, знаете, чем везет? Нам платят за один съемочный день, нам не платят за месяц. То есть, чем больше съемочных дней, тем лучше. То есть, вы иногда специально растягиваете? То есть, может быть, маленькая ставка, но у тебя много съемочных дней, это получается большая сумма. Или у тебя, наоборот, меньше съемочных дней, но большая ставка. Леша, бывает такое, что вы специально растягиваете? Нет, от нас не зависит это все. Ну, там все время тупите много дум, я тут схваниваю. Смотрите, кино, это абсолютная математика, это бизнес-процесс. Каждый съемочный день минимум стоит какого-то недорогого сериала, вот всем оплатить, все площадки, все, вот минимум стоит 20 тысяч долларов. Как максимум стоит 50 тысяч долларов. Это получается полтора мульта в день. Да, да. То есть, что полтора мульта сколько? Вот, да, и смотрите, и получается, что... Сколько Big Mac'ов можно купить? И получается, что есть планирование очень четкое, да, все приезжают в определенное время, все, каждый, вот эти 50 или 100 человек, которые как муравьи там бегают по съемочной площадке, и всем кажется, что что они делают. На самом деле, у каждого есть своя четкая задача, четкая функция по времени, по таймингу, каждый знает свой функционал, и все делают для этой сцены, для этого кадра определенные, вкладывают определенный талант и труд. Потом из этих съемочных дней составляется общая картина, уже идет монтажный период, и уже дальше уже премьера, или на телеканале, или уже в кино. Вот, и это вообще как бы бизнес. Он такой рисковый бизнес, потому что твое кино может состояться, может не состояться, зрители могут прийти в кино, могут не прийти. А менее опасный бизнес – это сериалы, потому что ты изначально продаешь формат телеканалу, но там очень строгие тайминги, что ты должен сдать вовремя на телеканал уже эти серии. Если ты их не сдал, то там штрафные санкции огромные. Ну, в общем, это такой, это сложный труд, и съемочные бригады работают обычно там от 12 до 16 до 18 часов. Вот, но при этом это люди, такие люди, фанатики своего дела полностью. В основном киношники вообще не представляют свою жизнь без кино. И кто в этот мир попал, в общем, навеки счастлив стал. Короче, от вопроса ушел. Потому что ты не ответил. Что? Не, я ответил. Настя следила внимательно. Не, так пьется просто по-разному. По-разному. Ну, минимально, вот если у тебя роль 10-го плана, ты получишь 500 рублей. Ну, если у тебя массовка, да, если ты в массовке, ты получишь 500 рублей плюс обед. Если у тебя групповка, ты получишь там тысяч пять. Если у тебя, если у тебя роль на серию какую-то, ты получишь тысяч там 10-12. За съемочные деньги. Ну, это еще зависит, еще актер, потом он сам всегда нравится. От статуса актера зависит. Все зависит от роли, потому что все зависит от самого проекта, от продюсеров. Ну, то есть это такой. Мой вопрос закрыл. Вот такой. Ну что, создали мы еще с ребятами из Самары, с таких партнерами, мы будем знакомы. Здесь мы создали два портала. Один портал, это такой агрегатор загородного недвижимости Москвы и Московской области. Достаточно. Сними свое лицо, сними просто твое. Да. А другой, это такой. Покажи лицо как-то. А, не видно. А, вот. Вот, как красиво. Вообще не хочется говорить о всяких разных проектах. Хочется просто любоваться этим закатом и общаться с вами. Потому что мы в этот момент, когда играем в волейбол, здесь носимся, бегаем, купаемся в этом прекрасном водохранилище. Мы голыми. Скажи, как маленький панган. Да, маленький панган. И мы все превращаемся в детей, которых мы позабыли и от которых пытаемся постоянно убежать, надеть какие-то маски, костюмы, статусы, деньги, бизнесы. Это вообще не имеет никакого значения. Имеет значение то, что ты в моменте сейчас испытываешь счастье, радость от общения с близкими людьми. Прикольно, прикольно. Короче, ребята, я на нашем канале буду анонсировать все-все семинары Мариночки касательно ее. Знаете почему? Не потому, что они денежку заплатили или еще что-то. Просто Алексей однажды подошел ко мне на пангане и сказал, давай я тебе помогу. А я же не знал, что это за человек. И я сказал, ну давай. И, в общем, он мне помог довольно серьезно. Поэтому, когда человек помогает в вашей жизни, конечно, вы будете до конца им благодарны. Поэтому ждите 30 анонсов йога-семинаров от Марины Лемар на нашем канале. А мы-то сами-то пойдем. Откуда 30? Короче, я... Если только их будет 6. Я про что? Я про то, что... Я даже не знаю, как так у нас... Как-то мы дружить с вами начали уже. Да? Согласна. Манечкин нас объединял. Манечкин, да. Что это за штука лежит-то? Давайте продакт плейсмент сделаем. Вот. Вот девчонки, например, они играют в игру Манечкин постоянно с Наськой и Моришкой. А это водородная вода. А это водородная вода. О которой мы расскажем вам в следующий раз. В следующей серии. Давайте в этот раз копить. Давайте снимать рекламные ролики прямо на причале, короче. Можно попить в этой серии. Да. А можно пить, не взорвется? Можно. Я думала, это кровь, как для вампиров. Знаете, в фильмах? А это что? Это чехол. Что, как? Божественно. Смотрите, какая красота. Заходящее солнце. Ну что еще сказать в конце? Говори что-нибудь. Как у каждого фильма начало там, кульминация, концовка и развязка. Развязка-то какая? Развязка такая, что живите в моменте. Вот. Не думайте про будущее. Потому что, когда думаешь о будущем, ты живешь не в моменте. Не заморачивайтесь насчет прошлого и живите в моменте. Все. И Серегу Соловьева с днем рождения. Она у него завтра. Я хочу еще здесь поздравить. Мы присоединяемся. Очень красивые глаза у этой девушки. Смотрись и дальше. Но она же не надо. Она может не говорить, она просто красивая. Да. Я могу еще волосы красивые. А что, слабо нырнуть в реку? Да. Леш? Я согласен абсолютно с Настей, с Русланом. Надо проживать в момент сейчас, здесь, сейчас. Потому что, знаете, жизнь такая вещь, что в один прекрасный момент она может вот так вот хоп и все. И мы не знаем, в какой момент эта жизнь прекратится, иначе начнется другая жизнь. Поэтому просто жить в моменте сейчас, здесь. Да. Побольше отдавать и поменьше получать. Да, я бы хотел всем пожелать избавиться от чувства вины, от которого я пытаюсь избавиться, но не могу все еще. И я не могу. У вас получится. Не по химодизайну, а травма вины. У нас есть такие тренинги на семинаре расстановки по Хеллингера. А, расстановки. Да. Которые позволяют это, кстати, сделать. Как раз, когда у нас будете в гостях на семинаре, мы проведем расстановки на эту тему и просто поймем, откуда это чувство вины, где оно родилось и где, какой блок в пространстве произошел, и почему это чувство вины не позволяет вам свободно действовать. Потому что часто за ним стоит, то есть на поверхности вот это чувство, но есть скрытая выгода какая-то, которая не видна нам. Не видна нам. Я, наверное, против солнышка, да. Друзья, я хочу пожелать всем, хочу пожелать на самом деле спокойствия. Нам так иногда не хватает спокойствия, мне не хватает спокойствия, поэтому желаю его всем и себе в том числе. Вот. И подумайте вот над чем. Что вы можете сделать для того, чтобы стать немножко счастливее? Даже не столько о других, сколько о себе. Ведь если каждый подумает о своем благополучии и счастье, все станут счастливыми. Спасись сам и спасутся тысячи. Да, вот слово Эдуарду еще под замес попало. Пожелай что-нибудь людям. Эдуард занимается цементными полами. Или как-то. Как называться этот дед? Не, не, рассказывай. Реклама. На самом деле сейчас не тот формат, наверное, но мы ребят... Я желаю успехов в проекте вашем, чтобы он у вас прям вот начался хорошо и продолжался. Верю у вас, что у вас все получится. Я вообще за всех тех людей, которые вносят какой-то вклад добрый на здоровье, наверное, какое-то у вас. Спасибо. Желаю вам от всей души, чтобы у вас все получилось. Спасибо. Все, а я хочу вам пожелать, если вы хотите писать, писайте. Если вы хотите спать, спите. Если вы хотите на горы, лезьте на горы. Если вы хотите умереть в этом бизнесе, проблем нет вообще. Ну, хотите продажи удваивать, идите удваивать продажи. Тоже парадокс. Как мне стать маркетологом? Ну, иди маркетологом и все. Хочешь на самолете летать, летай. Хочешь птицей, будь птицей. Ну, в этом мире вообще все возможно, только мы почему-то считаем, что нам постоянно что-то не хватает. Все хватает уже. Вот сейчас я прохотолку буду говорить. Короче, все, отписывайтесь, как всегда, с канала. Дальше будет только хуже. Не-не-не, говори, все правильно ты говоришь. Я согласен, потому что часто мы ищем какие-то костыли для того, чтобы от-вот быть мне маркетологом. Что мне для этого нужно? Так, пройти курсы маркетолога 3 года, отучиться еще где-то. Вот я открыл свое рекламное агентство, вообще ничего не понимая в рекламе. Я взял, засел, изучил всю историю рекламных агентств во всем мире, как они начинались. По сути, за один день все. Да, изучил все биографии, изучил, как строятся рекламные компании, потому что мне просто нравилось. Я думаю, как же люди создают рекламу, как они создают вообще рекламные компании. Мне просто нравилось, и я полгода это изучал. Все. Я не занимался этим бизнесом, просто полгода это изучал. Тебе это нравилось, да? Мне это нравилось. Главное, делайте то, что вам нравится. Самое главное еще, когда вы лежите на диване и не хотите что-то делать, хотя говорите, что типа хотите, да не делайте. В этом тоже ничего нет плохого. Не надо книжки по мотивации покупать. Для Руслана актуальная тема. Да, просто, если ты лежишь на диване, значит, ты считаешь, что полежать оно важнее. Ничего нет плохого в том, чтобы полежать на диване. Согласна. Сейчас плавно кадр уходящий на закат. Все, ребята, всем пока, до новых встреч. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok